всем привет сегодня я затрону тему которую не затрагивала несколько месяцев эта тема посвящается тому каково же было мое дальнейшее развитие после того как я получила сертификат на знание языка b2 это было в ноябре как только я получила и сразу послала этот сертификат моему убератору то есть это человеку который отвечает за меня в на бирже труда ну или там какая-то другая в общем специальном учреждении и после того как я отправила я решила что я хочу дальше пойти учиться на сайте агентуа фиорбайт есть такая страничка называется курс нет курс нет вот на этой страничке я нашла несколько школ которые преподают ту профессию которую мне нужно я выбрала одну из лучших школ и по крайней мере там хорошие отзывы много звездочек то есть положительно они отзываются и как только я определилась конкретной школы я зашла на сайт посмотреть как можно к ним попасть на обучение и для того чтобы к ним попасть на обучение на самом деле нужно пройти нужно отправить пакет документов и также пройти вступительный тест вступительный тест будет касаться то есть касается именно общих знаний конкретно этой профессии то есть ну понятное дело что мы можем знать ее полностью но какие-то основные знания потом там были еще три еще три теста которые показывали еще определенные знания которые необходимы для этой профессии как только я его закончила я отправила письмо о том что я прошла я закончила и мне сказали что как только его проверят свяжутся со мной и вы следующий этап это будет собеседование дальше меня назначили дату собеседования и на собеседование мы мило пообщались я рассказала себе также были там кое-какие еще вопросы по поводу выбранной профессии и все в таком духе это было собеседование на прием в школу по итогам собеседования мне сказали что все классно все хорошо и и мои результаты моего теста вступительного очень хорошие поэтому я могу смело попрощаться в на бирже труда чтобы они мне оплатили обучение я конечно же незамедлительно отправила письмо со своими результатами на бирже труда и мне ответила ответила та дама которая отвечала за меня что по данному вопросу мне нужно будет поговорить совсем другим человеком и для этого мне нужно будет назначить термин а термин не назначили аж на конец января и в конце января был назначен созвон то есть мне в определенное время позвонили это и был тот самый термин так как в настоящее время не особо можно встречаться особенно в этих учреждениях они максимально пытаются все делать онлайн или по телефону по телефону со мной поговорили было очень милая беседа которую на самом деле я сначала боялась я в ходе беседы беседы должна была показать свою мотивацию и доказать что я действительно достойно для того чтобы мне оплатили это обучение ну я сделаю все что могла я сделала лучше больше чем даже могла и все прошло успешно в результате этого разговора мне дали гучань то есть не отдали добро на то чтобы я прошла это обучение спустя несколько дней мне прислали этот документ о том что мне оплачивают учебу и я его сразу же незамедлительно отправила в школу там они заполнили свою часть отправили обратно мне и так далее все хорошо сложилось и первое занятие будет февраля самом деле учеба будет онлайн первое время но по каким-то причинам наверно просто познакомиться или что у нас все таки собирают первый день обучения и что будет первый день обучения я вам расскажу в одном из следующих видео так что спасибо что смотрите нас спасибо за добрые слова которую вы напишете спасибо за то что радуетесь за нас за то что поддерживаете нас всем удачи всем всего хорошего пока пока спасибо за просмотр!